Время подвести итоги, чем запомнилась уходящая неделя. Об этом вам расскажу я, Ирина Михайлюк и мои коллеги. Итак, вначале главные темы, коротко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь с 6 на 7 января во всех храмах прошли торжественные богослужения. Для православных христиан это одно из важнейших событий наряду с пасхальным воскресеньем. В округе главная служба по традиции состоялась в храме Преображения Господня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник любви и веры в эту ночь. В церкви собрались десятки верующих, как взрослых, так и детей. Для них рождение Спасителя – один из главных праздников. Верующие участвуют в служении, ставят свечи и молятся у икон за своих родных и близких. Я сегодня хотел бы каждому из вас пожелать мира в душе, спокойствия. Если не желаю найти этот мир у себя в душе, тем самым мир будет вокруг вас. Причащение верующих кульминация службы. На протяжении 40 дней они ограничивали себя в пище для того, чтобы очистить душу молитвой и покаянием. Мария Кузьмичева и Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Теперь к житейским будням. Жители округа стали реже попадать в аварии, но чаще садиться за руль под градусом. В Люберецком отделе ГИБДД подвели итоги работы в 2018 году. Подробнее о происшествиях в цифрах и не только расскажет Дарья Борисова. 246 аварий с пострадавшими зарегистрировано Люберецким отделом ГИБДД в ушедшем году. Это на 6% меньше, чем в 2017. В них ранено 282 человека. Здесь статистику удалось улучшить на 10%. В 2018 году на 9% реже виновниками аварий становились водители и на 28% пешеходы. Это один из лучших показателей в Московской области. Подпортили статистику автовладельцы, которые не стесняются садиться за руль под градусом. Возросло число ДТП с участием нетрезвых водителей. Примиренческая позиция со стороны общественности. И человек садится за руль очень редко один. Как правило, это видит минимум еще один человек. А на самом деле очень часто это происходит тогда, когда это видят несколько человек. И если они внутренне по своим убеждениям с этим соглашаются, то, наверное, это наша недоработка. Если мы до сих пор не создали в человеческих головах, в образах людей, образ вот этого фактически потенциального убийцы, который садится за руль в нетрезвом состоянии. Специалистов ГИБДД беспокоит и то, что в аварии стали чаще попадать несовершеннолетние. В ушедшем году дети до 7 лет фигурировали в сводках ДТП на 22% чаще. Это, наверное, вина не детей, а вина родителей. Если дети в таком возрасте попадают в ДТП, это отсутствие контроля со стороны водителей. Это невыполнение водителями правил дорожного движения. И, к сожалению, это недоработки и наши, и средства массовой информации. К концу года 97 автовладельцев вынуждено стали пешеходами. Люберецким отделом ГИБДД зафиксирован всплеск угонов автотранспорта. Основной причиной инспекторы называют несоблюдение владельцами основных правил безопасности. Основные такие рекомендации – это, в первую очередь, постановка автомобиля на охраняемой стоянке. Это применение специальных радиотехнических средств, применение механических средств, препятствующих угону. Самыми привлекательными для угонщиков стали автомобили марки «Тойота» на втором месте «Лексус». Следом машины эконом-класса. Дарья Борисова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Период праздников – не только отдых, развлечение и застолье. Для полиции – это время усиленной работы. И одно из важнейших направлений – безопасность дорожного движения. В северной части Люберец сотрудники ГИБДД провели рейд «нетрезвый водитель». Много ли автолюбителей рискнули сесть за руль в состоянии опьянения, нарушив тем самым закон, знает Александр Атамей. У дома 9 по Комсомольскому проспекту экипаж ГИБДД. В ходе массовой проверки инспекторы выявляют тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии. Только в прошлом году в округе произошло более 20 аварий с пьяными водителями. Управление в нетрезвом виде ведет к наиболее серьезным авариям и, соответственно, наиболее тяжким последствиям при таких авариях. Поэтому данное мероприятие проводится на территории обслуживания Люберецкого ГИБДД ежемесячно. Рождественские каникулы, время застолий. Есть соблазн, выпив за Новый год, сесть за баранку. Вдобавок, нескончаемая череда поезда к друзьям и родственникам. Тем не менее, праздники в Люберецком округе прошли спокойно. В этот период происшествие с участием нетрезвых водителей не зафиксировано. Сотрудниками было составлено 6 материалов по статье 12.8 управления автомобилем в нетрезвом виде. И за отказ от метода свидетельствами было составлено 5 материалов именно в новогодние праздники. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. А если по вине пьяного автомобилиста пострадали люди, велика вероятность и уголовного преследования. Александра Томей, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Нынешней зимой скучать люберчанам не приходится. По всей области запланировано более двух тысяч мероприятий. Одно из них прошло во дворе дома по Октябрьскому проспекту. Разнообразить свой досуг решила и наша съемочная группа. Активные игры на свежем морозном воздухе, горячий чай со свежей выпечкой и, конечно, главные персонажи зимы – Дед Мороз и Снегурочка. Такой праздник организовал жилищный трест вместе с активными жителями домов 8.1, 8.2 и 8.3 по Октябрьскому проспекту в рамках областной программы «Зима в Подмосковье». Любое мероприятие такого характера, оно всегда сплочает дворы, сплочает людей. Я не понимаю, что делать дома, когда на улице такая замечательная погода, когда безветренно, когда небо чистое, небольшой мороз. Мероприятие в Дружном дворе проходит регулярно. Накануне Нового года успели провести спортивный праздник и дискотеку. Тут, как говорится, было бы желание, а желание местных жителей управляющая компания старается воплощать в реальность. Мы нарядили деревья, пошли нам навстречу, дали нам иллюминацию. Где-то мы сами развесили. И на самом деле, наверное, таких дворов, как у нас вот здесь на Октябрьском, больше нет. Веселые конкурсы от аниматоров, зрелищное силовое шоу, горка и каток подняли настроение всем. Взрослые, наконец, вышли из-за стола, а малыши в очередной раз убедились – зима – время чудес. И тут весело, тут смешно. Я не ожидала, что тут будет каток, елка украшена и горка. Мы очень счастливы, что Новый год нас сделал таким счастливым. Игры на свежем воздухе – отличный повод выйти из дома. По мнению организаторов праздника, такими активными должны быть каждые выходные. До самой весны в городском округе для люберчан работают 23 ледяные горки и 24 катка. В январе у некоторых есть и свои особые поводы устроить торжество. Так, в семье Белякиных 5 января отметили 90-летний юбилей мамы, бабушки и прабабушки. Поздравляли ее не только родные и близкие. А вот с кем разделила именинница этот торжественный день, сейчас расскажем. В скромном целлофановом пакете грамоты и медали за 45 лет трудового стажа и работы в тылу во время войны. Но в свой день рождения настоящей наградой Лидия Васильевна считает внимание родных и коллег. И даже во время интервью нашей съемочной группе приходилось останавливать запись, чтобы именинница смогла ответить на звонки с добрыми пожеланиями. Вот пока пришел сын. А кто планируется еще? А планируется семья сына, значит, от сноха, две внучки и три правнучки. Тяжелое голодное детство, юность, которая пришлась на годы войны, будто закалили характер именинницы. Бодрость и активность женщины отметил и особенный гость праздника. Владимир Ужицкий вручил имениннице письма с поздравлениями от президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Не обошлось и без тоста за здоровье юбиляра. У вас такая молодецкая улица присутствует. Дай Бог вам здоровья, долголетия. Вы замечательный человек и добрый человек. Секрет молодости прост. В свои 90 лет Лидия Васильевна живет полноценной, самостоятельной жизнью. Уборка, стирка, походы в магазин и на почту – все это она делает сама. А главное – планы на будущее. Наша съемочная группа уже приглашена на 95-летний юбилей Лидии Белякиной. Александра Томи, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще двое люберчан на этой неделе отметили круглую дату 90 лет. Секрет своего долголетия – люди, чей возраст принято называть почтенным. Доверили главе округа Владимиру Ружицкому и нашей съемочной группе. Спасибо большое. Вы хорошо сохранились. Правда? Ну, так, без лести, ну, я думаю, 7-75, внешний вид. Такой комплимент для Нины Исхаковой не в новинку. Больше 75 ей не дают, но с цифрами в паспорте не поспоришь. Почти 40 из своих 90 лет Нина Ивановна прожила в Люберцах. До этого уроженка Истринского района успела поездить по стране. Бывала и в Долгопрудном, и в Ленинграде, а в Сызарне встретила Великую Отечественную войну. Тогда ей было 12 лет. Мы ходили в госпиталь, помогали раненым, плясали, пели песни, перевязывали им раны. После войны Нина Исхакова окончила институт физкультуры в Долгопрудном, а затем выучилась на химико в Ленинграде. С этой профессией связала свою жизнь. Нина Ивановна вышла замуж за военного, вырастила двоих детей, троих внуков. Сейчас наблюдает, как подрастают трое её правнуков. На вопрос, когда жить до 90, отвечает, не задумываясь. Всех любить, никогда никому не завидовать, никогда никому не делать зла. Быть просто доброй ко всем. А вот сосед и ровесник Нины Исхаковой Василий Маркин советует вести здоровый образ жизни. Сам так делал и теперь принимает приветственное письмо от президента, подарки от губернатора и администрации округа, поздравления с юбилеем от Владимира Ружицкого. Правда, переживал я накануне, потому что не часто же бывает так, чтобы глава администрации такой районный вдруг... Всё-таки ваш юбилей 90 лет. Свой жизненный путь Василий Маркин начал в Пензенской области. Там он прожил до окончания школы. Год выпуска совпал с годом окончания Великой Отечественной войны. Сразу после переехал в Люберцы. Здесь он 47 лет проработал на железной дороге, завёл семью и встретил большинство юбилеев. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Новогодние каникулы завершились. Теперь пытаемся войти в рабочий режим, причём по возможности в боевом настроении. Поддержал россиян и Роструд. Там уже успели обнадёжить любителей длинных выходных. Отдохнуть основательно и всласть россияне смогут в этом году неоднократно. А вот на какие даты в 2019-м можно уже планировать свой мини-отпуск, уточнила Анна Троян. Следующие длинные праздники ожидают россиян в марте по случаю Международного женского дня. Отдохнуть получится с 8 по 10 марта. Целых три дня. Выходной в честь Дня защитника Отечества в этом году выпадает на субботу. И его решили перенести на 10 мая. Любимые россиянами майские праздники в итоге окажутся самыми продолжительными. Сначала, по случаю Дня весны и труда, они продлятся с 1 по 5 мая. А с 9 и по 12 мая жители страны отпразднуют День Великой Победы. Всего 9 нерабочих дней. А вот июньский праздник пройдёт, скорее всего, без поездок за город. День России выпал на среду, который будет нерабочий. Однако дополнительных выходных дней он не сулит. Следующими продолжительными выходными сможет похвастать только ноябрь. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Анна Троян, телеканал ЛРТ. С глобальными планами в новый 2019-й промышленный технопарк «Лидер» появился на территории Люберецкого округа всего несколько лет назад. Но уже сегодня в первых рядах не только на словах, но и на деле. Прошлый год оказался для технопарка весьма успешным. Ему присвоили звание высокотехнологичного. Подробнее о достижениях и масштабных перспективах технопарка расскажет Дарья Борисова. 17 тысяч квадратных метров площадей. Более 150 высококвалифицированных кадров. Ведущие российские компании. Производители медицинского оборудования под одной крышей. Так сегодня выглядит промышленный технопарк «Лидер». Он был основан в Люберецком округе всего два года назад. Но уже успел громко заявить о себе. Высокотехнологичные маммографы, мобильные рентгены, рабочие станции врача местного производства работают в клиниках, разбросанных по всей стране. Год для промышленного технопарка «Лидер» закончился достаточно хорошо. Нам присвоили звание высокотехнологичного технопарка «А плюс» по рейтингу национальному технопарков. Значит, наши резиденты закончили год, я уверен, тоже хорошо. Потому что работа кипела последние два квартала. То есть, не шуточно. То есть, люди работали в две-три смены. В числе резидентов технопарка «Лидер» такие крупные компании, как научно-технический центр МТ, лаборатория инновации МТ «Фармстил». И еще одно предприятие, которое работает в этих стенах – медицинские технологии ЛТД. Для его специалистов год выдался плодотворным. Компания получила впечатляющее число госзаказов. Объемы производства выросли в полтора раза. Оборудование в этом году заказывалось более сложное, цифровое. Такой интересный тренд в этом году обнаружился. Цифровое оборудование мы выпустили больше раза в два, чем аналоговое по сравнению с прошлым годом. Цифровое оборудование сопровождается, вернее, комплектуется нашим собственным цифровым детектором, который сейчас производится на нашей площадке. В этом году, прямо к концу года, мы запустили буквально несколько недель назад новое чистое производство, новое чистое помещение, где мы опять же сможем в следующем году удвоить, а то, может быть, и утроить объемы производства наших собственных цифровых российских детекторов. Это лишь малая часть планов компании на грядущий год. У лидера они масштабные. Технопарк планирует начать экспортировать свою продукцию за рубеж и привлечь к сотрудничеству еще больше производителей медицинского оборудования. Возможность для этого есть, пока технопарк заселен только на 60%. Дарья Борисова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Где необходимы тротуары или их ремонт? Такие вопросы жителям адресовало правительство Московской области. Голосование проводится на портале Добродел. По его итогам будет сформирован план работ на 2019 год. За ремонт и строительство тротуаров вдоль подмосковных автодорог можно проголосовать после авторизации на сайте Добродел. На главной странице портала нужно выбрать раздел «Голосование». После на карте региона выбрать свой муниципалитет. Далее выбрать один из предложенных вариантов и оставить свой комментарий. Или же можно предложить включить другие тротуары, а также сообщить о необходимости организации новых пешеходных дорожек. Голосование на портале Добродел продлится до 28 января. Все предложения рассмотрят при утверждении программы на 2019 год. Приступить к работам планируется после подведения итогов в мае с наступлением благоприятных погодных условий. Анна Троян, Патер Пономаренко, телеканал ЛРТ. И к другим темам. Встреча с суженым, предсказание судьбы и волнительное ожидание намеков от высших сил. Только две недели в году в промежутке от Рождества до Крещения незамужние девушки гадают на удачу и женское счастье. Мои коллеги тоже не остались в стороне от народных святочных традиций. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Что-то в девках засиделось. Надо погадать. Пока еще идет неделя святок, мы с нашей незамужней редакцией решили присоединиться к этой традиции и выбрали самые доступные для городского жителя способы предсказаний. Одно из самых популярных гаданий с тремя зеркалами. Начинают его в полночь. Ставим два зеркала одно напротив другого по бокам от себя, перед ними зажигаем две свечи. Третье зеркало устанавливаем позади. Да так, чтобы увидеть в боковые зеркала отражение из третьего зеркала, откуда и должен появиться суженный из-за зеркалья. Это мое любимое гадание, но, однако, стоит помнить некие нюансы. Во-первых, во время гадания нельзя оборачиваться ни в коем случае. И долго рассматривать фигуру тоже нежелательно. И если пришел какой-то страшный облик, образ, лучше прекратить гадание, сказать три раза «чур меня» и потушить свечи. Тем самым мы все прекратим. Классика жанра – бросить сапог через левое плечо. Куда носок укажет, оттуда жених и придет. С суженными разобрались. Теперь можно и о других событиях узнать. Наливаем горячий воск от свечки в воду и смотрим, что получилось. Я вижу медведя. Вот смотри, вот ротик, вот глазки. Мой медведь здесь, да, действительно. У меня скоро будет мой медведь. Еще один способ – гадание на стаканах. В четыре стакана кладем кольцо, хлеб, сахар и соль. Наливаем в них воду, меняем местами и выбираем напиток с завязанными глазами. Чего там? Кольцо. Ничего себе, Маша! Значит, я выйду замуж в этом году. А как она вот? Это как вот? Все же поменяно было. Эти традиции в нас живут, они связаны с язычеством, и это входит в часть нашей культуры. Если рассматривать с точки зрения психологии, почему люди гадают? Первое – это как развлечение. Ну, в этот период все наполнено таким флером сказочным, и хочется тоже как-то приобщиться к этому. Второе – это может быть снижение тревожностей. Способов гаданий масса. Главное в них – хорошая фантазия и верный выбор. Но не забывайте, погадать вам нужно докрещение, которое приходится на 19 января. Мария Кузьмичева и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Чуть больше недели остается до Великого христианского праздника Крещения. В ночь с 18 на 19 января верующие вспоминают евангельское событие, как крестил Иисуса Христа в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча. В память об этом главной традиции праздника остается купание в проруби. На это отваживаются не все, но, надо сказать, вода в эту ночь считается невероятно целебной. Если же внутреннюю готовность окунуться в ледяную купель ощутили, что нужно учесть, подскажет Мария Кузьмичева. Перекреститься и окунуться в освященную воду Иордании с головой три раза – таков обряд крещения для всех христиан. По древнему поверию, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Перед погружением в купель рекомендуется размять мышцы и разогреться. По возможности сделать зарядку и пробежку. Девушкам стоит правильно подойти к выбору одежды. Нельзя кунаться в прорубь в открытом купальнике или нижнем белье. Делать это лучше всего в закрытой рубашке и желательно новой. Кроме того, за час до купания не стоит есть много пищи и употреблять алкоголь. Сразу после погружения следует насухо вытереться полотенцем и одеться в теплую одежду. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими недугами следует воздержаться от подобных купаний, так как это может привести к обострению болезней. В этом году на территории Московской области организуют более 200 купелей. В Люберцах жители смогут совершить обряд в Наташинском пруду, в Большом Кореневском карьере и Малаховском озере. Полночь во всех трех местах грянет салют. Кроме этого у храма живоначальной троицы в поселке Октябрьский установят купель. Купания будут проходить до последнего желающего окунуться. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ Уходящая неделя была не только приятно короткой, но и одной из самых вежливых в году. 11 января во всем мире отметили день «Спасибо». Считается, что слово это возникло в 16 веке от часто произносимого словосочетания «Спаси Бог» и таит в себе огромную силу. Наш корреспондент Мария Кузьмичева решила узнать, как часто благодарят люберчане тех, кто рядом. Из вежливости или от души? И чувствуют ли окрыляющий эффект этого незамысловатого слова? Одно слово и на душе становится приятнее. Этим магическим «спасибом» мы пользуемся каждый день. В автобусе, на улице, на работе. Интересно узнать, а пользуются ли люберчане этим словом? И как часто они благодарят своих близких и совершенно незнакомых людей? Давайте узнаем. Как часто вы говорите «Спасибо» совершенно незнакомым людям? И в каких случаях? Я всегда говорю «Спасибо» и «Пожалуйста» тоже. Когда мне могут придержать дверь в магазине или пропустить просто куда-нибудь. Не особо часто, наверное, когда в магазин прихожу, беру что-нибудь, покупаю, говорю там, расплачусь, говорю «Спасибо». Всегда. Всегда, например, когда в магазин иду, говорю «Спасибо». Когда там вот сейчас скользко очень, а бабушки просят даже под ручку взять тоже. Задумываетесь, прежде чем сказать «Спасибо»? Да нет, наверное. Как-то непроизвольно больше получается. Вообще не задумываюсь. Вообще. Ну, как бы ничего такого сверхъестественного. Это как благодарность. Как влияет произносимым вами слава благодарности на ваше внутреннее состояние? Великолепно. Сделал доброе дело. Улыбаешься, цветешь. Мне приятно это слышать, особенно от незнакомого человека. Как-то становится теплее, и энергии даже прибавляется жизненно побольше. Произнести «Спасибо» по мнению Люберчан несложно. Для многих это дежурная фраза, которую произносят из вежливости. Но стоит задуматься. По мнению психологов, слова благодарности способны не только успокоить, но и поднять настроение. Так что начинаем день с благодарности. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». И завершим коротким прогнозом погоды. В ближайшие дни жители московского региона ожидает потепление. Об этом сообщают специалисты гидромедцентра. Температура воздуха выйдет за пределы своей климатической нормы. Местами даже возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Умеренно морозная погода продержится еще пару дней. На фоне антициклона ночью в Москве до минус 13, по области до минус 19. Днем около минус 10. К выходным с Атлантики придет снежное потепление. В новогоднюю ночь по старому стилю в столичном регионе столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Температура воздуха вводит минус 1, минус 6 градусов. Днем синоптики прогнозируют слабую отепель до плюс 1 градуса. 14 января в московском регионе местами пройдут осадки. Возможно, мокрый снег и даже небольшой дождь. Что касается знаменитых крещенских морозов, то пока синоптики говорят, что в этом году их не будет. Однако для любителей окунаться в прорубь это скорее преимущество. Днем 18 и 19 января столбик термометра будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза. Ну что ж, таковы главные события этой уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. На этом я с вами прощаюсь и спасибо, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова